Начну с небольшого, но важного объявления для жителей Екатеринбурга в первую очередь. Дослушайте, пожалуйста, до конца. Не имеет значения, где вы находитесь. Возможно, проживаете в Москве, может быть, по каким-то причинам оказались за границей, но... Если у вас в паспорте стоит екатеринбургская прописка, тогда я обращаюсь к вам. Дело в том, что в микрорайоне из-за плит в непосредственной близости от озера Шортаж городские власти планируют организовать свалку так называемых отходов производства. Во всяком случае, под таким соусом Моная продается. Меж тем, как удалось выяснить моим коллегам в реале, речь идет о выдаче разрешения с формулировкой «специальная деятельность» и вот сейчас пугать буду. Статус «специальная деятельность» предполагает возможность захоронения и утилизации не только производственного мусора, но и медицинских отходов, биологических, радиоактивных, «как тебе такое, Илон Маск?» так вот власти подумывают. Замутить опасную свалку практически на побережье одного из двух водоемов, откуда наш полуторамиллионный город получает воду, грубо говоря. Пол еката из того озера пьет, но кто-то решил всякую дрянь рядышком захоранивать. Обалдели! В данный момент идет подготовка к стадии общественных слушаний. Неравнодушные горожане составили петицию против этой дряни. Там не хватает вашей подписи. Ссылку на петицию оставлю в описании. Подключайтесь, в конце концов, это наш дом. Здесь живут наши родители, здесь будут жить наши дети. А для большинства чинушек ЕКБ просто перевалочный пункт по пути в столичное кресло, например. Начинаем! Ну и к главной теме выпуска. Четверых подозреваемых в совершении теракта в Крокусе арестовали на два месяца до суда. Все они отправлены в СИЗО. Пока будет вестись следствие, предварительно до 22 мая дальше начнутся слушания. Статья у всех одна, 205-я. Максимальное наказание по ней пожизненное лишение свободы. Да, сидели как-то в Крисе. В начале, ну, ребят, около месяца вместе. 15-20 дней где-то около месяца. Вот работа, а бой не врушает, вопросы не задаем. Застрелил. Что? Застрелил? Да. Кого? Почему? Людей. Зачем? За деньги. В аэропорту дали? Да. А на сколько дали времени? Хотя вот вы знаете, даже здесь вопросы возникли. И поясню, какие. Ни в коем разе. Не имею сожаления ни к кому из обвиняемых. Тем не менее, для чего проводятся вот такие показательные процессы, куда приглашают журналистов, представителей общественности, и когда все мы практически в режиме онлайн можем наблюдать за происходящим правильно. Дабы продемонстрировать, что нормальные граждане, в отличие от отморозков, в любой ситуации руководствуются законом, какими-то общепринятыми нормами и правилами, чтобы сказать, у нас бал правит не тот, у кого глотка шире, кулаки крепче или автомат в руках мы, цивилизованные люди, и в отношении бандитов в том числе поступаем по закону, а вот теперь просто посмотрите, в каком виде этих обвиняемых привезли в басманный суд в минувшие выходные. В синяках, один с отрезанным ухом, еще одного вообще на носилках, практически в зал заносили. Я уже не говорю о тех жестких фото и видеокадрах, которые гуляли по соцсетям до того как, по этическим соображениям, мы не можем это показывать здесь, да и YouTube нам такого не позволит, тут же заблокируют, но вы наверняка их и видели. Теперь, к чему я об уном вообще заговорил, а к тому, что потом мы удивляемся, откуда вся эта русофобия берется, да вот оттуда и берется. Друзья, поймите, одно телеграм-канал, и не только мы с вами читаем, те же выходцы из Таджикистана, земляки вот этих подозреваемых, точно так же пользуются интернетом, и безусловно следят за развитием событий в данной ситуации, напомню так же, что вина задержанных пока еще не доказана. Суд своего окончательного слова не сказал, но кто-то для себя уже все решил. Ребят, это очень опасная штука, потому что она может вызвать непрогнозируемую реакцию среди вот тех же их земляков, которые уже, между прочим, живут среди нас. Сейчас остановимся, но нам подробнее, это реальная журналистика. Поехали! Вообще, по этому поводу мой коллега Евгений Анисимов сделал большую программу, по горячим следам, что называется. Программа, впрочем, была не об этой конкретной ситуации, не о теракте 22 марта, но она была о том, что могло послужить первопричиной трагедии. Ребята подняли очень важную, на мой взгляд, тему опасности бесконтрольной миграции и раздачи российских паспортов кому попало, вследствие чего наши города в буквальном смысле наводнили выходцы из бывших союзных республик, главным образом Кавказа, Средней Азии, причем, обратите внимание, они ведь сюда едут не сельское хозяйство поднимать село, как раз их и не интересуют все эти гости. И новоиспеченные наши типа соотечественники ассимилируются в городах-миллионниках или поблизости, и непонятно, чем там занимаются. Дошло даже до того, что мигранты решили, что они здесь власть, да что уж там власть, они себя хозяевами нашей страны возомнили, они считают, что мы уже, мы должны здесь жить по их законам. В прошлом году страну вроде как бы сбудоражил чудовищный случай в электростале, когда члены так называемого шарятского патруля из-за непонравившейся им прически сняли молодому человеку скаль. Да получается, только что недостаточно он сбудораживал, ибо и власти никаких мер не предприняли, да и народного возмущения никакого особо не наблюдалось. Так писанина в соцсетях. Не покоробило наше общество даже информация о том, что в той же самой электростале эти самые шарятские патрули контролировали улицы города несколько месяцев до того случая. Да, именно так. У нас уже целые анклавы появились, где практически не осталось коренного населения, дабы за примерами далеко не ходить, взять мой родной Екатеринбург. Про Москву даже говорить не стану, и у нас есть чем похвастаться. Микрорайон «Сортировка, пожалуйста», в котором только по официальным данным, вдумайтесь, проживает порядка 100 тысяч мигрантов. И это официальные данные, повторюсь, в реале. Цифру можно, наверное, умножать на 2, и даже на 3 так исторически сложилось. В районе расположен крупнейший в Урало-Сибирском регионе вещевой рынок, этакий местный черкизон, кого там только нет. Китайцы, кавказцы, азиаты, там даже газета на китайском языке выходит, представляете? Там не работают российские нормы и правила, ну, вернее, не всегда работают. Люди живут по законам Канезей Гор, Триад и Мандаринов. Не каждый таксист в вечернее время на ту сортировку поедет. А уж после того, как для мигрантов упростили правила въезда на территорию России, а также получения гражданства или вида на жительство, они и вовсе сюда целыми семьями поехали рожать и получать материнский капитал. Чиновники зато бросились отчитываться перед вышестоящим начальством. Ой, а у нас рождаемость повысилась, грамоту нам срочно, почетную и премию, вот только ни хрена она у нас не повысилась. Рождаемость в смысле рожают, потому что Магомедовы, Исмаилова, Ахмед Аглы и прочие новые русские, а вот Ивановых, Петровых, Сидоровых, Боа Сидоровых больше не остановится. Впрочем, цифры в отчетах национальности не имеют, поэтому рисуй все, что хочешь. Демографы высшей школы экономики считают, что для сохранения текущей численности населения России до конца века необходимо завозить от 390 тысяч до 1 и 1 миллиона мигрантов в год. Якобы только при этих обстоятельствах можно будет предотвратить сокращение населения России. А дальше страшнее, потому что дальше начинают работать правила естественного отбора. Выше сказал, но повторюсь для тех, кто с первого раза не понял. Эти люди едут к нам и не село поднимать. Они ассимилируются в миллионниках, создавая анклавы и гетто. На фоне легальной миграции, разумеется, процветает нелегальная, при том-то уровни коррупции, которые имеет одному богу известно. Чем все эти гости в принципе занимаются? На что живут? Где работают и, конечно же, в тех анклавах возникают этнические ОПГ, которые разрастаются, как и метастазы, а потом мы в очередной раз задаемся вопросами, откуда вот эти вот отмороженные абреки берутся, что на террористов работать соглашаются? Вряд ли открою кому-то тайну, если скажу, что многие россияне не считают тех мигрантов за людей хамятым, оскорбляют? За примерами опять далеко не пойду. После трагедии в Крокусе СМИ сообщили, что наши соотечественники начали массово отказываться от услуг таксист-азиатов, в частности таджиков, причем нередко в грубой форме. Писали и отравли на барбершопу Иваново, в котором якобы когда-то работал один из нападавших. Так вот, я подвожу-то к чему? А не к чему хорошему, нас это в конце концов не приведет, мы только настроим. Вот этих людей против себя, да, поселим в них озлобленность. Если кому-то и предъявлять претензии, то предъявлять их нужно тем, кто вот этих людей сюда привез, кто выдавал им разрешение и другие документы, кто брал с них взятки, закрывая глаза на многочисленные нарушения. Вот туда надо вопрос адресовать, а не обрушиваться на первого встречного дворника ненависть и озлобленность. Способно породить лишь встречную ненависть и озлобленность мы уже были свидетелями неоднократных мусульманских протестов в той же Москве и не так давно кстати. А обработать оскорбленного мусульманина особенно необразованного. Промыть ему мозги, сделав в итоге радикалом, я думаю, гораздо проще, чем кажется. Этим, собственно, и занимаются разного рода упырей, которые используют затем таких вот обработанных людей в своих целях. Вот видели, да, на садоводе не так давно попытались таксиста задержать полицейские, мигранта, и тут же выбежало огромное количество людей и начали там бить полицейских, толкать, там резать им колеса и препятствовать. Ведь заметьте нюанс. Они же не разбирались, в чем ситуация. Они не разбирались, прав он или нет. Это был вторичный фактор. Они за него почему побежали заступаться? По этническому признаку, религиозному. Религиозному, да. Скажите нам, а вот, дорогие зрители, кто нас смотрит, а нам зачем миллионы людей, завезенных в страну, которые будут драться по этническому религиозному принципу за своих? А впрочем, по телевизору почему-то об этом нынче не говорят. Там сосредоточились на более удобной для них версии версии украинского следа и так называемых западных кураторах. Несмотря на то, что никто из статусных людей данную версию впрямую так и не озвучил, у пропагандистов какая-то своя свадьба. В передаче у Киселева в воскресенье обвинения звучали очень понятные и прямые. Такую массированную информационную поддержку версии ИГИЛ и очевидное смещение фокуса с Украины заметили и эксперты. США знали, что Украина что-то готовит. Они знали, что это такое. Они догадывались, что украинцы собираются сделать. И дело заключается в том, что Украина не только совершила это, но и сделала это с помощью оружия и помощи, предоставленных США. Очевидно, что именно это напугало и Вашингтон, и его основных союзников в борьбе против России. И согласование между собой версии об атаке исламистов заняло какое-то время. Кстати, есть еще одна интересная информация, которая, как мне кажется, должна быть как минимум озвучена, но которую, как и версию с радикальными исламистами, никто упорно не хочет замечать. Речь о владельцах Крокуса, семье Агаларовых. И знаете, что в ней интересного? Дело в том, что у Агаларовых, как выяснилось, образовалась целая куча долгов. Причем проблемы начались не вчера. Они начались еще в 2020-м. Тогда бизнесменам пришлось вылезать в неподъемные кредиты. А в 2022-м, когда Россия попала под санкции, иностранные компании начали уходить из нашей страны. Президент компании «Крокус» и вовсе рассказал в интервью корреспонденту «Комсомольской правды», что сумма его долгов перевалила за 120 миллиардов рублей. Ух ты! В прошлом году стало известно о проблемах этого бизнеса. И Сбербанк тогда заявил о том, что он устал от заемщика. Долги более 100 миллиардов рублей были рефинансированы Газпромбанком. Газпромбанк стал новым кредитором семьи Аросала Говарова. Также недавно поступила информация о том, что семья подписала личные поручительства по этим кредитам. А впрочем, это всего лишь информация к размышлению. Я ничего не утверждаю. Выводы делайте сами. Все! Продолжим уже в следующем выпуске. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы. Предлагайте поднимем, обсудим. Пока-пока!